Вау! Друзья, всем привет! Сегодня просто фантастические новости, фантастический выпуск. Я быстрее хочу вам рассказать про ActiveTrack на DJI Mini 2. На самом деле его, конечно, нет в нем, но с помощью определенных хаков, лайфхаков, как хотите называйте, можно добиться более-менее внятного, понятного режима ActiveTrack. Я, на самом деле, посмотрел много ютуберов, в основном зарубежных, где все показывают ActiveTrack, как тестируют, работают. Ну, то есть он, конечно, вообще очень кривой. Они используют с помощью быстрой съемки, в основном режим дроне. Ну, то есть там он не такой точный, он удаляется, и как такового слежения за объектом, ну, не получается. Ну, я, во всяком случае, ни единого, ни одного видео не нашел нормального. Да, кстати, хочу записать этот выпуск впервые с одного дубля, поэтому, может быть, буду тупить, так что ничего страшного. Вот, и на русском ютубе, тем более вообще ни одного видео про ActiveTrack на DJI Mini 2 я не увидел. Мне стало интересно, и сегодня весь день я посвятил тестированию, чтобы нормально получить внятный ActiveTrack. У меня это получилось. Давайте сразу перейдем от слов к делу. Выставляем центральную точку, центральную позицию, выбираем, переходим в быстросъемку, выбираем высоту, и я поставлю круг. Сразу покажу самую крутую фишку, то есть выставляем круг, ставим высоту, и нужно, чтобы объект был в центре. Нажимаем быстросъемка и не спеша начинаем двигаться. Смотрите, сколько там уже у нас прошло. В общем, секунд 20 прошло, и объект полностью держит меня в кадре. То есть я еду с небольшой скоростью, 6 км в час. И это полное слежение за объектом, как вы можете наблюдать. В общем, эмоции меня тогда просто захватывали, потому что я не знаю, как это получается. То есть технически он должен сделать круг, облет, но за счет того, что я движусь и держу постоянно в фокусе, он не может полностью повернуть. То есть он постоянно центрируется на мне. И такой прикол работает только с кругом. Дальше вы увидите, почему. Вот, то есть я еду, я мог так проехать довольно очень долго. То есть спокойно едешь, и ты полностью центрируешься. Вообще безупречно. Экспозиция в нуле, кадр супер классный. Да, может быть, потом отдельное видео просто вставлю. Не с экрана телефона, а как это получается, это записывается. Как видите, 8% у нас остановилась быстрая съемка. И полностью, в общем, круто, рабочий актив трек. Сейчас я начинаю даже ускоряться, то есть я хочу уже даже уехать, оторваться от дрона. Дрон набирает скорость, смотрите, уже 14 км в час, то есть он полностью держит меня в кадре. Офигеть. Так, ну, скоро я уже буду останавливаться, и чтобы он полностью не облетел. Потому что это довольно долго все длится. Мне немножко надоело, и сейчас, да, буду тормозить. И даю полностью закончить круг. Вот, то есть с помощью круга вполне классно вы можете получить относительно рабочий актив трек. Это, конечно, не DJI Air 2S, где там куча сенсоров, и все работает. Но ценник в два раза дороже. Так, все, завершили. И сейчас у нас режим дрони. Да, сейчас протестирую режим дрони. Тоже выставлю высоту. И поехали. Ну, как вы видите, дрони, он просто удаляется. Удаляется, и мне кажется, он сейчас потеряет меня. Да, вот он меня потом потерял. То есть здесь полноценного актив трека ты не получишь. И здесь то же самое. То есть я сейчас покажу такие вот ошибки. А, вот круг у нас сейчас пошел. То есть в дроне у меня не особо получилось. Круг еще раз. Также выставлен высоту. И поехали. То есть круг работает безупречно. Смотрите, он даже приближается. Держит меня полностью. Фиксирует. Не поворачивает. Держит меня в центре. И я, наверное, не помню уж точно, но, видимо, я сейчас буду удаляться. И он тоже будет вместе со мной немножко удаляться. Но не отпускать меня из виду. Блин, ну это очень клёво. Почему-то на американских каналах я вот именно такого длительного удержания не видел. И они используют все дроне. Но дроне он такой какой-то нестабильный. Только на удалении работает. Но круг. Это просто вообще бомба. Офигенный лайфхак. Мне кажется, в третьем DJI Mini 2. Это можно сказать уже все. Это готовый DJI Mini 3. Потому что здесь вот этот Active Track, он программно зажат. То есть там достаточно подпилить софт и все. Ну, то есть все будет работать. Это просто маркетинг. Так, да, завершаем движение. Все, закончили круг. И сейчас будет еще один, наверное, круг. Я точно не помню. Закрепим пройденный материал. У меня такая теория, что чтобы нормально, более-менее, работал Active Track. Active Track на DJI Mini 2. Нужно обязательно, чтобы объект был по центру. И, ну, изначально двигаться с маленькой скоростью, чтобы, как бы, дрон привык. Держал, держал, держал тебя постоянно. И потом ты уже, в принципе, можешь скорость увеличивать, уменьшать. И ты будешь постоянно держаться в кадре. Так, на чем мы там начнем? Три, два, один. Поехали. То есть он немного подумал. Начинаем медленное движение. А, здесь он теряется. Да, здесь мы потерялись. Ну, естественно, не всегда это будет срабатывать. Еще чуть-чуть не забыл. Нужно, чтобы дрон был приближен к объекту. Потому что на дальнем расстоянии он очень быстро теряет точку фокусировки. Здесь, наверное, тоже сейчас не получится. Потому что тоже далековато объект. Так, поехали. А, может, получится, я не помню уже. Едем, едем. А, да, это он, когда прям рядом приблизился и тоже держал меня. Так, и вот уже полноценное... Нет, это не полноценное. Это тоже дроне, который у меня особо не получался. Я не знаю, как он может получиться. Он просто удаляется. То есть он не следит за объектом. Ну, вот, в общем, в дроне нифига не работает. С кругом офигенно все получается. Еще у меня была спираль. Со спиралью он тоже постоянно поднимается вверх. Я не помню, наверное, это здесь тоже видео будет. Бумеранг вообще не работает. Можете забыть про него. Ну, и напоследок еще раз покажу то, что дроне тоже не очень держит. То есть он какую-то часть держит, но по мере удаления, то есть объект становится меньше и вылетает из кадра. Ну, то есть он его потерял. А, вот спираль, кстати. Спираль тоже плохо работает, потому что он начинает подниматься сам по себе и вылетает потом. Да, вот он поднимается и теряет объект потом. Поэтому спираль тоже не советую. Хотя не знаю, может быть, кто сможет поработать и со спиралью, и с дронью. У кого-то лучше получится. В общем, у меня получается очень клево именно с кругом. То есть, ну, нужно, чтобы объект, еще раз закрепим, объект нужно, чтобы был в центре, недалеко расположен. Круг, там, в принципе, высоту можно легко выбирать. Самое главное, начинать движение медленно, чтобы дрон привязался. И потом постепенно ускоряться, можно и дальше бросать. Вымещать скорость и будет постоянное слежение. В общем, вот такой лайфхак. Просто, ну, очень клево. Я даже не знал, что так круто может получиться. Если вам понравился сегодняшний выпуск, поставьте лайки, напишите комментарии, задавайте вопросы. Я всем отвечаю, как вы можете посмотреть в предыдущих видео. Там просто завалено комментарии. Уже почти тысяча подписчиков. Блин, очень круто. Всем спасибо. Если вы, ты, новый пользователь моего канала, и еще не подписался, то обязательно, конечно, подпишись, чтобы не пропустить самые интересные следующие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok